Всем привет, ребят! Приехали в Вену, сняли хостел за 193 евро за 3 ночи, за 4 ночи. Он находится вон там. Ну, не в смысле в этом подъезде, мы вам его попозже покажем. Заселились мы бесконтактно, и еще мы купили билеты. 45 евро за двоих, проездной на 7 дней. По 22 с копейками евро с человека. Поэтому сейчас мы решили поехать в старый город. Вся дорога занимает, ну, тут 3,5 километра, 17 минут. Мы решили поехать на метро. В старый город мы могли бы дойти пешком, но едем на метро, не разобрались, что тут и как пока до конца. Но вроде бы все окей. Карта говорит, что мы на площади Амхов. Тут часы есть такие на столбе. Без 10,9. А по центру площади такая вот колонна. Архитектура тут, конечно, классная. Мне прям нравится. Сравниваю с Варшавой. В Варшаве тоже классная, но она там просто другая. Там более низкоэтажная. Застройка все равно. А здесь старая, но более высокоэтажная. Варшава, на мой взгляд, красивее украшена. Много вазонов, и в них стоят цветы, деревья. И много всего остального интересного. А здесь, конечно, не зелено, как и во всех старых городах. Но это не к Вене претензия к любому старому городу. И вообще это не претензия, а специфика. Ребят, смотрите, какой балкон и дом. Ну, точнее, правильнее было бы сказать дом и балкон. Но здесь как бы балкон стоит того, чтобы сказать наоборот. На самом деле, мне реально очень нравится. Я не против иметь квартиру в любом из этих домов. Несмотря на то, что здесь вообще не зелено. Тут просто очень красиво, очень. А еще, ребят, большой плюс. У нас в пакете Play. Play это наш польский оператор связи интернета. Есть у меня 8 гигабайт роуминга, а у мамы 5. И это, конечно, намного облегчает любое путешествие по Евросоюзу. Это только распространяется роуминг. Потому что, если бы мы были без интернета, было бы намного сложнее. Мы бы даже не могли погуглить, куда нам надо идти без офлайн-карты. Красиво здесь. Посмотрите. Номер 11 у дома. А еще, мы бы везде ходили пешком. Но поскольку теперь у нас есть проездные за 45 евро, между прочим, то мы будем ездить. Надо же как-то окупать такие огромные вложения. Поведаю вам историю, как мы, наслышав о том, что Вена и Австрия очень дорогие, скупились в Польше и привезли с собой два пакета продуктов. Скупились мы там не в лучшем супермаркете, конечно, не в Бедронке или Лидле, а в Дино и на самой границе с Чехией. Получилось так, что мы там купили все самое необходимое нам. Яйца, хлеб, масло, помидоры, голубику. И сейчас йогурт еще купили, вот, вспомнил. Ну, еще там по мелочи шоколадки, такое печенье. И мы все это привезли сюда, благодаря этому нам не пришлось переться в магазин сразу по приезду. Это нам сильно облегчило жизнь. Мы приехали, поели и сразу пошли гулять. Сейчас мы направляемся к собору святого Стефана. И это самый высокий собор в Австрии. Хотел сказать в Европе, но понял, что нет. Феррари, черная. За рулем, дедушка. Ну, конечно, не мой дедушка. Он же не в Австрии. Здесь у нас мороженое. Цены я точно не знаю, но можете вот там сами посмотреть. Написано 2 евро, 3,60, 4,70, 5,80, 6,90 и 8 евро. Это памятник Иоганну Гутенбергу, довольно-таки выдающемуся изобретателю 15 века. Он изобрел книгопечатание с помощью масляных чернил и подвижных литер. С его помощью началось массовое книгопечатание механическим способом. Он, так сказать, автоматизировал этот процесс, что помогло увеличить доступность книг. В соборе хранится правая рука святого Стефана. И не только она. Еще множество предметов искусства и исторических, так скажем, памятников. Также под костелом есть захоронение. Там насчитывается около 11 тысяч похороненных. В звоницах костела 23 колокола. Используется лишь 20 из них. Тем временем нас сбивает мусоровоз. Шутка. Он проехал всего лишь в 30 сантиметрах. А микрофон я ношу на пальцы. Тут есть клипса. И она идеально подходит для того, чтобы надеть на указательный палец. Мне так удобно. На лошадках катают, как в Варшаве и в Кракове. И, соответственно, запах такой весьма знакомый, родной. Пахнет, конечно, просто ужасно. Ну и сам собор. Сейчас обойдем его, со всех сторон вам покажем. Места весьма знакомые. Потому что я здесь уже был. И внутрь собора я тоже заходил. Продают эти вертолетики. Вот так выглядит собор спереди. В соборе хранится правая рука святого Стефана. И не только она. Еще множество предметов искусства и исторических, так скажем, памятников. Также под костелом есть захоронение. Там насчитывается около 11 тысяч похороненных. Воду мы набрали в кране. Говорят, в Вене можно пить из крана. Поверим им на слово. На воде уж точно можно сэкономить. Тут есть фотографии, как костел выглядел в годы Второй мировой войны. А выглядел он весьма ужасающе. Был разрушен, видимо. Да, и вправду. Вот. Крыша обвалилась. 45-й год. Как раз, когда освобождали Вену. Вот фотографии. Здесь видно, что крыша сгорела. Мозаичная. Мозаи... Мозаичатая крыша. Мозаичная. Мозаичная. Ну, вы поняли. Крыша сгорела. Но своды из кирпича остались. Но потом они тоже провалились. Я так весело об этом говорю. А на самом деле ничего веселого. Посмотрите на соотношение высоты крыши и высоты самого, так скажем, корпуса здания. Оно один к одному. Меня всегда это поражало в старинных костелах. Ну, вы можете себе представить, что если бы не было перекрытий внутри вот этих, то костел был бы изнутри в два раза выше. Невероятно. Всегда такие крыши меня впечатляли. А чердаки тем более. Запах хорошо передает атмосферу Средневековья. А вообще я вам хотел показать мозаичную крышу. Вот она. Видите? Костел с этой стороны выглядит завораживающе. И, конечно же, бутики. Куча бутиков. Правда, кому они нужны? Наверное, есть люди, которые по ним ходят. Кого интересует, покажу вам цены на ювелирные украшения. Цены, конечно же, указаны в евро. И я вам хочу сказать, не так уж и дорого. Относительно, конечно. Ну вот, к примеру, сережки. Турмалин. Ну, тоже неплохо. Пришел эксперт. Ну, я предполагаю, это настоящий изумруд, да? Это турмалин. А, окей. Пошел я лесом. Серьги с турмалинами. 284 евро. Очень тоненький браслетик. С жемчужинкой. 168 евро. И вот тот красивый, красивое ожерелье с бусинками из жемчуга. 198 евро. Где ты такую цену увидел? Шутишь? Вон. Ой, 298 евро, извиняюсь. Да, оговорочка по Фрейду. Покажу вам часы и украшения. Вот, к примеру, часы. Видите? Вот эти крайние серебристые. Вот эти. Это часы от Жежель Ла Культер. Стоят такие 13 тысяч евро. И такие часы носил Адольф Гитлер. Да. Вот такие вот интересные подробности. Сами... 13 тысяч евро, я же сказал. Здесь украшения. Внутри каждого такого яйца свое животное. К примеру, вон там слоник. Там медвежонок белый. А здесь пингвинчик. Сколько стоит, не знаю. Часы за 24 тысячи евро. За 24 тысячи 800 евро. Короче, прайс здесь немаленький, но люди готовы платить. Есть еще вот такие часы. По 14 тысяч евро. И вот за 22 500. Выглядят как с базара. Ну, лично для меня. А вам как кажется. Или вот, к примеру, за 20 тысяч евро. Есть модель за 15. Циферблат очень выпуклый. На втором этаже этого дома располагалась одна из 10 квартир Моцарта в Вене. В тот момент, когда он здесь жил, он уже был известным. Ну, понятно, почему у него было 10 квартир в Вене. С его-то известностью. А еще в квартире было 4 комнаты. Помимо них еще 2 рабочих кабинета и кухня. Нехило так. А еще именно в этом доме он жил дольше всего из всех его квартир в Вене. И опять, а еще он там написал «Свадьба Фигаро». И прямо напротив апартаментов Моцарта, после того, как он дописал, к примеру, «Свадьба Фигаро», оперу, он мог выйти и купить себе спасательный круг, плавательный круг в данном случае, за 36 евро, шляпу за 48 евро и тунику за 158 евро. За 158 евро. Вот так вот. А туника – это вот эта вот рубашка странной формы. Ну, довольно-таки интересный, экстраординарный дизайн. Могу сказать, что это смело, очень смело. Это было не просто смело, это было как смело, как говорил Тинькофф в интервью Дудю. А еще стул прикольный, мне всегда нравятся такие стулья плетеные. Именно таким вот методом плетения, очень красивые. Я бы его купил. Все остальное меня здесь, кроме круга, не интересует. Круг просто тоже красивый, такой олдскульный. К слову, если вы привыкли считать сферу обслуживания, сферы обслуживания, то в Европе это скорее сфера самообслуживания. Пешеходная, велосипедно-машинная зона. Знак был. Вообще довольно интересно. Это значит, что здесь соль, говно, песок и сахар. А в переводе на человеческий это значит все вместе, все вперемешку и ничего не понятно. То есть машины здесь ездят по той же дороге, по которой можно ездить велосипедистом и ходить пешеходом. И все это ограничено 20 километрами в час. Мой горький опыт жизни в Европе показывает, что все, что начинается на урл, уже хорошо не заканчивается для потребителя. Потому что я, конечно, могу ошибаться. И может в немецком урлоп значить другое. Но в польском это значит отпуск. И судя по тому, что здесь написано урлоп без 15 июля. Видимо, это то, о чем я думаю. И прийти в магазин у вас не получится раньше и что-нибудь купить. Потому что продавец тупо поехал отдыхать. У нас в Украине вы такого никогда не встретите. У нас за потребителя борются. А здесь потребитель борется за сферу обслуживания. Можно сказать, выбарывает каждый кусочек этой сферы. Просто вырывает из лап других потребителей. Сейчас мы направляемся к чумной колонне. Ее построили в 17 веке. А остальное я вам расскажу уже, когда мы подойдем к ней. Умею же я заинтересовать зрителя. Всегда удивлялся своему таланту. К слову, если вы привыкли считать сферу обслуживания, сфера обслуживания, то в Европе это скорее сфера самообслуживания. Пешеходная, велосипедно-машинная зона. Знак был. Вообще довольно интересно. Это значит, что здесь соль, говно, песок и сахар. В переводе на человеческий это значит все вместе, все вперемешку и ничего не понятно. То есть машины здесь ездят по той же дороге, по которой можно ездить велосипедистом и ходить пешеходом. И все это ограничено 20 километрами в час. Домики красивые. А еще магазин Zara. Но я не к тому, что Zara красивая. Zara как раз таки обычная. Правда, с гранитными колоннами. Или это мрамор? Нет, это гранит. Но тем не менее. Чумная колонна построена в стиле барокко. Наверху позолоченные. Святая Троица. Хотя обычно чумные колонны, которые, к слову, есть во многих городах Европы, посвящены Деве Марии. Далее в облаках располагаются 9 ангелов. Еще ниже король, вы его можете увидеть, который поднял голову к небу и молится за всех жителей Вены. А еще ниже располагается женщина с крестом, которая символизирует веру, которая сгоняет с пьедестала усохшую старуху, которая символизирует чуму. В этом можете сейчас рассмотреть подробнее. Начало 11-го. И мы сейчас обойдем колонну вокруг. И будем ехать домой. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Буду вам очень за это признателен. Удачи. До побачення. Всем дякую за перегляд видео.